Добрый день, уважаемые подписчики, дорогие друзья и любимые и близкие. Сегодняшний ролик хочу посвятить системе вентиляции гаражной. В моем случае, при моей работе она наиболее актуальна, так как я занимаюсь обслуживанием аккумуляторных батарей. Они, как известно, при заряде выделяют очень много вредных газов. По технике безопасности, по ГОСТу, в помещениях, где работают с аккумуляторными батареями, воздух должен очищаться трехкратно. То есть, если у меня объем гаража в общей сложности где-то 25-26 кубов, воздуха в нем, грубо говоря, 23-25 кубов, то, соответственно, вентиляция должна производить в час 70 кубов очистки воздуха. Система у меня работает, она и есть, но я ее хочу немножко улучшить и модернизировать. Почему, я скажу несколько позже. Вначале я объясню, по какому принципу работает моя система. Значит, начну с того, что у меня притяжная вентиляция. Она мощностью 90 кубов, может работать естественным образом, то есть приотключенно и принудительно. Принудительно, значит, включается вентилятор и нагоняет поток воздуха внутрь гаража. Теперь сама система вытяжки у меня состоит из трех частей. Это первая часть внутри бокса. Вот она таким образом устроена. Обычная бытовая вытяжка. Производительность максимальная у нее 300 кубических метров в час. Теперь, значит, на выходе у меня установлена еще одна вытяжка. Производительность также 90-100 кубов. Но она с жалювами, то есть ее можно закрыть, можно открыть. И еще одна вытяжка – это для того, чтобы очистить воздух, вернее, профильтровать, провентилировать воздух именно непосредственно в гараже. Вот, почему хочу улучшить ее. Дело в том, что вот при включении, допустим, если в боксе у меня все нормально вентилируется, в зарядном, оттуда все эти вредные газы удаляются, то непосредственно из гаража мощности вот этой вытяжки ее не хватает. То есть, если включена вытяжка, которая в зарядном боксе, при включении этой вытяжки мощность перекрывает поток и гоняет по малому кругу. Получается, что воздух идет по пути наименьшего сопротивления, и на улицу, часть выходит на улицу, а часть все-таки циркулирует по гаражу. И вредные газы у меня, часть их будет оставаться в гараже. Что я решил сделать? Значит, решил поставить еще одну вытяжку наружу, чтобы она тянула непосредственно прямо с улицы. Значит, для этого мне понадобится вот такая старая вытяжка, такая же бытовая. Вот она таким образом устроена. Буду ставить вот этот двигатель. Он немножко помоложе, поновее. И чтобы совместить, буду делать вот такой переход. Как это я буду делать? Все снимать не буду, но этапы работы я постараюсь заценить. У меня работает вот такая вот система очистки воздуха. Это я ее включаю в основном тогда, когда точу цепи, чтобы пыль и... также вредные выбросы от горения масла на цепи при заточке. Вот они очищаются с помощью вот такой системы очистки. Муфту с площадкой удачно состыковали. Вот таким образом произошла остыковка. Пришлось немножко зачистить торцы с обеих сторон, потому что я заправлял ее этой стороной сзади, так как здесь на площадке. Площадка сделана под конус. Следующим шагом будет поставлю здесь либо саморезы, либо заклепочки. Укреплю, чтобы муфта держалась нормально на площадке. Площадка, кстати, на 130 миллиметров. А муфта... Ну, обычная, 110 муфта. Так, вот таким образом она будет стыковаться. Также лишнее поотрезаю с площадки. И вырежу резиновую прокладочку. И так же буду закреплять либо на саморезы, либо на заклепки. Ну что, продолжим работу. Ну вот потихонечку наша вытяжка принимает более понятное очертание. Значит, вот таким образом выполнился отряжение. Площадки с муфтой. Значит, здесь прогерметил. Посадил на заклепочки. Теперь будем сопрягать непосредственно с корпусом вытяжки. Вырежу прокладку, лишнюю уберу. Значит, это задняя часть вытяжки. Сделал со стынковки. Мотор перебрал. Сделал ревизию, промазал. И удлинил провод. Провод посадил на термоусадочке. Что ж, продолжим работу. Ну вот вытяжка и готова. Вот так она выглядит. Закреплено все. Внутренняя часть. Это выход вытяжки. Вот здесь дырка. Ее заделывать не стал. Она будет отсюда вытягивать. Выход. Ну вот так вот. Задняя часть. Сейчас будет свободное время займусь установкой. Вот вытяжка установлена. Вот таким образом она расположена у меня. Закреплена. Сейчас работает одна вытяжка, которая в зарядном боксе. Посмотрим на результат нашей работы. Так. Притяжная включенная. Включенная также вытяжка в зарядном боксе. На первое положение. Так. Начинаем проверку. Значит, включаем эту вытяжку. Дым практически не вытягивается, но слегка, хотя есть. Включаем дополнительно уличную вытяжку. Ну вот, явно видно, что дым пошел наружу. Так вот она выведена. Вот такой блок управления. Прямо на панельке. На моем висточке. Тянет гораздо веселее. Рекомендую для гаражей воспользоваться моим решением. Всем удачи. Всего хорошего.